Сидеть в заперти не выход. Человек жаждет свободы, а свобода компьютерных миров поистине безгранична. Готовьтесь прищуриться. Метро выезжает на поверхность. Третья часть экшн-серии «Исход» движется по рельсам, проложенным московским писателем Дмитрием Глуховским, автором знаменитой серии романов «Метро». Почерк Глуховского есть и в игре. Он полноценный соавтор виртуальной эпопеи. Не было такого, что что-то происходило помимо меня. То есть это как бы продолжение или взаимодополнение какое-то к моим историям. История сосуществования, взаимодействия, даже симбиозы. Главный герой Артем вместе с другими рейнджерами Ордена Спарта отправляется в путешествие всей жизни. Его глазами игрок увидит все последствия ядерного катаклизма. Того, что превратил страну в пустошь, населенную лишь животными-мутантами и теми, кто еще опасней – людьми, выживающими любой ценой. Вот этот поезд, который через бескрайнее пространство едет куда-в-никуда, и этот мир не заканчивается, не заканчивается, не заканчивается, не заканчивается. Неделями ты путешествуешь. Твои попутчики, которые становятся своими собеседниками, друзьями, любовниками, любовницами. Вот это все. Жизнь какая-то прямо в поезде в этом. И это такой прямо ковчег. Уточним. Не просто поезд. Революционный советский паровоз. Красивая фантазия. Да. Но не совсем. Выехать из Москвы на машине с паровым двигателем можно и в реальности. Паровозные прогулки – одна из малоизвестных туристических опций для гостей и жителей столицы. Они проходят каждую субботу. Ну а музей ретро-локомотивов на станции Подмосковная работает пять дней в неделю. В среднем Москве считают, что паровоз – это что-то из глубокого прошлого. Но на самом деле практически в центре Москвы есть депо, в котором эти паровозы обслуживают, любят. И эти паровозы реально ездят с пассажирами в экскурсионных разных программах, но, тем не менее, они на ходу. В условиях постапокалипсиса паровоз был бы очень актуален, потому что он ездит на всем, что горит, в общем-то. Его можно заправлять мазутом, углем, дровами. Сумрачный мир, погруженный в идеальные градиентные тени, проецирующий на игрока всю мощь технологии RTX – трассировки лучей в реальном времени. Такова версия будущего в прочтении геймдизайнеров. Будущее по плану реальных метростроевцев намного радужней. Просторные вестибюли, износостойкие материалы. За шесть ближайших лет метросеть расширится больше, чем на 30 новых станций. Второе рождение получит и, возможно, самый известный наземный объект столичного метрополитена. Эскалаторная галерея на Воробьевых горах. Закрытая в 80-х, она вернется к москвичам в 2020-м в стиле хай-тек. Реконструкция в самом разгаре. Это место было одним из самых популярных среди любителей всяких заброшек, сталкеров, неформалов, вот этих вот ребят. То есть, наверное, наравне только с Ковринской больницей. Все стремились сюда залезть, все стремились делать какие-то фотографии, может быть, написать какое-то граффити на стене. Это было культовое место. Обветшалая архитектура уступает новостройкам. Пройденные игры оседают на полке, им на смену приходят технологически совершенные. В игропроме мы видим особенно явно – поезд прогресса не остановить. Будущее наступит. Окажется ли оно светлым или мрачным – решать нам. Но таков неизбежный исход событий. Мы не убоимся! КОНЕЦ 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 КОНЕЦ